Добрый вечер, я приветствую вас на второй части нашей дискуссии. Меня зовут Иоанн Своцвен, я руководитель Московского бюро фонда имени Беля. И мы будем заниматься тематикой новых цифровых медиа и гражданской солидарностью в России. Я думаю, у нас будет очень наглядная дискуссия, в отличие от этого названия. У меня тут много цилик, я много читал о проектах, о которых мы тоже будем говорить. Это все очень интересно, что происходит. С одной стороны, очень такая черная картина, которая была описана в первой части дискуссии, с другой стороны пустыня живет. Если бывать в Москве, можно видеть, как инновационно, с фантазией. В маленьких нишах, в которых осталось, реализуются проекты, где ведется очень хорошая работа, о которой мы наверняка услышим. Мы будем говорить о инновационных проектах, и скажу в кавычках о новой журналистике, особенно в интернете. Все это существует, не говоря на все ограничения, о которых мы уже говорили. И мы можем это сделать по журналистски, коротко, чтобы ответы все были всегда сжатыми. И у нас будет, конечно, еще время для дискуссий с публикой. Я представлю наших гостей, и потом мы сразу возьмемся за дело. Приветствую Анастасию Лотарион, историк по образованию, советская история, то есть специализация, если я не ошибаюсь, журналистка. И она, я думаю, интересна для тех, кто знает российский медиаландшафт. Она работала для News.ru.com или для РВК. И с мая 2018 года является главным редактором веб-портала «Такие дела». Это веб-портал благотворительного фонда, который помогает другим благотворительным фондам. Это на первый взгляд звучит обычно, но об этом мы тоже еще скажем. Приветствую далее по праворуку Егора Мостовщикова, журналист, тоже с интересной биографией. Новая газета «Коммерсант Форбс» или «Эскайр». По-моему, он 4 года тому назад вместе с другими друзьями создал веб-самиздавский веб-портал. Подчеркивает, что все сделано своими руками за свои деньги. Батенька, да, вы трансформер. Не буду это переводить на немецкий язык. Я не знаю, как это потом сделают наши переводчики. Мы об этом проекте поговорим. И приветствую еще Алексея Шлепушникова из Владимира, не из Москвы. Чтобы мы получили другой взгляд, не только московский. Владимир – это оригинальный город, не самый маленький, где на 200 километрах на восток от Москвы. Он тоже журналист, медиа-менеджер на сегодня, специалист по компьютерной безопасности. И тоже работает над рядом проектов, о которых он нам, я надеюсь, расскажет. Анастасия, вот есть, значит, такой веб-портал, такие дела. Вы как-то сами говорили, что это не обычная медиа. Я цитирую, это медиа с особенностями, которые хотят писать всех тех, ком никто не пишет. И хороший девиз – это девиз. Мы возвращаем людей в журналистику. Что вы под этим понимаете, как вы это делаете? Портал «Такие дела» на самом деле тут легче, наверное, перевести, чем «Зватенька», потому что это цитата из Курта Воннигута, из его книжки «Бойня номер 5», «So it goes». Когда мы начинали издаваться при благотворительном фонде, что достаточно действительно нетипичный путь у нас, и фонд необычный, при котором мы издаемся, это фонд фондов. То есть мы помогаем не конкретным людям, мы помогаем другим фондам проводить их системные программы. То есть изначальная задача была, в общем и целом, собирать деньги для других фондов, в так называемые фондрайзинговые текты. Стало понятно практически сразу, что это не самая главная задача, и что ее сложно реализовать без того, чтобы решать какие-то медийные задачи. Вместе с этим мы, собственно, процитированный вами слоган нашего издания «Повернуть в журналистику человека», мы исходим из того, что про политику или пишут многие на тот момент, когда мы создавались уже не очень многие, или про это писать сложно, что достаточные издания, которые пишут там про шоу-бизнес, про прочие популярные медиатемы, мы исходим из того, что самая главная в журналистике – это человек, совершенно обычный человек, жизнь которого, не знаю, мечты которого, потребности которого, боли и проблемы которого, они должны быть в центре внимания. Мы стали писать, это сразу расширило круг наших тем, потому что, в принципе, про абсолютно любую проблему, в том числе и про политическую или бизнес-соу, можно рассказать через историю конкретного человека. Так или иначе, сейчас где-то треть нашего контента – это тексты фонд-райзинговые, которые мы пишем, чтобы помогать другим фондам осуществлять деятельность в России. А еще две трети, ну, если просто сказать про то, что в России происходит. Так как страна большая, людей много, люди очень разные, это неисчерпаемая совершенно копилка тем, которую мы стараемся в меру своих возможностей, не больших, но и не маленьких, потому что мы действительно не очень большое медиа. У нас около 20 человек работает постоянно, и довольно много работает людей внештатно. Стараемся про это рассказывать. Возвращайте журналистику человеку. Вы чисто журналистка или общественная активистка и журналиста? Это новая форма активизма, которая находит журналистское выражение. Здесь был мой издатель Митя Олешковский, он сказал, безусловно, что мы активисты. Но так как редакционную политику определяю, я скажу, что мы журналисты. Я абсолютно уверена, что в журналистике достаточно инструментария для того, чтобы, не уходя в активизм, решать проблемы, которые решают обычные активисты. Я думаю так, что мы не активисты, мы журналисты. Мы рассказываем про активистов, мы, безусловно, помогаем осуществлять те проекты, которые входят в нашу систему ценностей, которые отвечают нашей системе ценностей. Но я считаю очень важным, чтобы в этом был основополагающий принцип, прежде всего, журналист. Стараемся держаться его. Еще последний вопрос в этом плане. Вы сказали, что вы и собираете деньги, то есть занимаетесь фандрайзингом. Три текста вы сказали. Внизу в тексте идет спойлер, который портит настроение, то есть требовали просьбы пожертвовать деньги. Это проблема, которая как-то сказывается на журналистской достоверности, потому что может складываться впечатление об ангажированности автора. Которые именно фандрайзинговые мы всегда очень четко прописываем, по какому фонду собираем, на что конкретно мы собираем. И это очень важно, в том числе и читателям. Это правда важно снимать любые вопросы, что да, этот текст написан для того, чтобы вы помогли конкретному фонду. В первой части дискуссии довольно много говорили про фандрайзинг на издательскую какую-то деятельность. И, собственно, вот та плаша, которая в конце каждого нашего редукционного теста, где мы предлагаем помочь нам конкретно не фонду, а издавать наши СМИ. Могу сказать, что на других мы фандрайзинг умеем, на себя еще не вполне научились. И я не думаю и практически уверена, что это действительно не может быть основополагающим путем. Потому что да, люди готовы помогать на проекты, какие-то связанные с лечением людей. Даже с решением каких-то системных проблем мы далеко не только на лечение собираем. Вы говорили про активистов, например, на школу общественного защитника, на людей, которые занимаются правозащитой, на вообще разного рода такие проекты. Люди сложно, но готовы жертвовать. На издании СМИ, с моей точки зрения, люди жертвовать не готовы. И какие-то отдельные примеры, вроде той же новой газеты, не вполне показательны. Или вроде Кейс Нью Таймс, который собрал очень много денег на покрытие своего штрафа. Слава богу, что собрал, но я не думаю, что это может быть какой-то системной основой работы. Потому что есть пример еще одного издания, сравнимого с нами по масштабу, но и примерно в том же классе находящегося, что и мы, медиазона, которые миллион рублей подписками, ну то есть чтобы им платили, чтобы давали на издание их читать миллион рублей, это небольшая сумма для издания медиа совсем. Набирали очень долго, очень сложно. Людям сложно объяснить, что нужно платить за то, чтобы была какая-то пресса. Я не уверен, что это правильный путь каковый. Люди не готовы. Но Нью Таймс, мы знаем, что штраф был очень-очень высокий. Изначально было ясно, что этот штраф просто уничтожит этот медиа. Кейс Нью Таймс все-таки всем дал надеюсь, что они за короткое время действительно наскребли эти деньги. Но это не говорит о каких-то коренных переменах в сознании людей. Опять же, объяснить подписчикам, читателям или даже не читателям, я переводил деньги Нью Таймсу, при том, что я не читатель этого журнала. Потому что это именно штраф, это экстренная ситуация, это политически мотивированное решение. Но тут люди, наверное, готовы помогать. Помогать на какую-то очень, не знаю, нудную рядовую работу, которая называется, чтобы у твоего корреспондента были деньги. На командировку, чтобы ты заплатил зарплату этому человеку, чтобы ты нанял внештатников. Это слишком сложная и, главное, она банальная схема. На долгое играть в долгое, тут читатель не готов его право. Мы потом еще затронем экономическую основу медиаработ в России. Егор, вы уже рассказывали о проектах в небольшом кругу. Я думаю, этого не хватило бы и целого вечера. У нас много интересных вещей, своеобразных интересных форматов. Такие дела, это тоже очень интересный формат. Я читал, что установка для авторов, которые работают для вашего портала, что у текста что-то должно измениться. Он должен написать в жанре репортажа. То есть, надо чувствовать, что автор не сидел умный, просто на легком языке и без каких-либо осуждений или предрассудков. Новый журнализм. А я сформулирую сейчас немножко зло. Когда я в прошлом веке изучал журналистику, это были критерии, которые нас учили. А что сейчас в этом нового? Отличный вопрос. У нас действительно не совсем стандартная компания. Батенька «Трансформер» был придуман мной в 2007 году, и мы, работая во всех изданиях, которые вы перечислили, еще в десятки других, я вместе с своими товарищами, однокурсниками несколько раз пытался его запустить. И только в 2014 году, когда я лично для себя уже эту идею похоронил окончательно, мы внезапно запустили простенький, за две ночи мною собранный блок на WordPress, который сейчас, к 2019 году, из одного издания разросся в полноценный издательский дом. У нас четыре собственных издания. Это «Батенька», это онлайн-радио «Глаголев-ФМ», который мы запустили в марте прошлого года. Это подкаст и прямой эфир музыки и разговорные передачи. Это новостной агрегатор «Брейк Мэтт». Это литературный и печатный журнал «Носорог», который мы выпускаем четыре раза в год. Это книжный издательство, которому запустили пошлоосенью направление по литературе. В этом году мы запускаем журналистский нонфикшн, мы открыли в центре Москвы арт-пространство под названием «Рихтер». Это отель, ресторан, бар, галерея, библиотека и журнальный магазин. Мы разрабатываем компьютерную игру, которую мы собираемся выпустить в 2020 году, если все пойдет хорошо. И мы единственное издательство в стране, потому что все это объяснение было построено без каких-либо инвестиций, без каких-либо крупных вложений от олигархов. То есть все деньги, которые в этом были вложены, это мои и моего напарника личные, очень смешные, ну то есть совсем до каких-то до преступных объемов денег. Мы просто придумали модель, как зарабатывать. И сейчас наш тайский дом – это 50 штатных сотрудников, это более 200 фрилансеров на постоянных договорах, и мы очень быстро растем. Думаю, что к концу года наш план выйти до 150 штатных сотрудников, разбросанных по всему миру. И это построено без каких-либо инвестиций. Мы просто нашли новую нишу в России на рынке контент-маркетинга, и мы работаем с разными брендами, компаниями и создаем для них медиа-поключ. У нас в издательском доме нет ни одного сотрудника и выхода из рекламного рынка. Это все люди, которые работали в журналистике, это художники, дизайнеры. И мы нашу экспертизу по рассказыванию историй используем для того, чтобы создавать разным компаниям, фармкомпании, строительных компаний, банковского сектора, автомобильного, алкогольной промышленности и чего угодно. Мы для них создаем медиа. Причем, что важно, медиа в абсолютно широком смысле. Для кого-то мы делаем интерактивный комикс, для кого-то документальный сериал, для кого-то мы делаем полноценные ежедневные издания, для кого-то мы можем разработать приложения и так далее, и так далее. И в основе всей этой штуковины, в основе всего этого изобразия лежит очень простая идея. И я, кстати говоря, никогда не называл этот подход новой журналистикой, потому что это был бы, к минимуму, глуповатый с моей стороны. Я все-таки, хоть и был плохим студентом на журфаке, ходил только работу, а экзамен сдавал, как придется. Все-таки понимаю, что ничего нового в журналистике мы не придумали и не собирались, в общем. Мы как раз используем очень классические, максимально опорные подходы к журналистике, где у тебя залог истории. Тот факт, что ты отрываешь задницу от диван, ты выходишь на улицу, и там узнаешь, что, оказывается, там есть целый прекрасный ромный мир, в котором ежедневно происходит примерно 7 миллиардов историй, и ты идешь, и уже больше. Ты идешь, и начинаешь их копать, разговариваешь с людьми, слушаешь, смотришь, нюхаешь, слышишь и рассказываешь. В общем, в этом смысле мы ничего нового вообще не придумали совсем. Другое дело, что мы это все упаковали в максимально непригодный вид с крайне странным названием, с карастанным логотипом. Шизайский дом. Никто не в состоянии проговорить, но мы, в общем, угораем, как умеем. Да. Ну и что касается проекта, чтобы дать вам небольшой пример, этот анонсированный проект, вам недавно уже кажется, что мир с ума сошел, вы читаете новости, и мысль не покидает вас, что человечество несется в ад. Добро проловать на землю здесь так хорошо. И там еще очень интересно веб-страницы. Игриво. Это все очень интересно, прекрасные тексты, но это для меня лично что-то совершенно новое. Может быть, для других тоже совершенно новый формат. И если я правильно понимаю, вот не знаю даже, как назвать консалтинговую компанию для медиа, для тех, кому нужны медиа, это как бы опора, где можно зарабатывать деньги для других проектов. Правильно я вас понимаю? Да. Батенька начался, точнее, на первый вопрос, Батенька начался с очень простой идеи, и когда мы только начали работать, она оказалась на общественности несколько вызывающей. Мы говорили о том, что конец этого уже давно наступил, на самом деле, и люди просто не обратили на это внимание. Мы именно с этой точки зрения стали изучать окружающую действительность. Хотя, опять же, в этой идее вообще не было ничего нового, это не, в общем, и из философских трактатов XX века весьма известная мысль. И мы, когда мы начали, мы понимали, что денег на медиа, то есть мы хотели просто уйти со всех своих работ и заниматься только тем, что нам нравится, но денег так не получишь. Мы пробовали делать кранфандинг, это абсолютно не наша была история. Мы очень быстро поняли, что просить денег, нельзя там, гранты или инвестиции, или конфандинг гораздо сложнее, дольше и мучительнее, чем эти деньги просто заработать. Мы нашли нишу, мы стали первыми в России людьми, которые занялись контент-маркетингом, и это позволило нам сфокусироваться целиком на том, что мы делали. То есть, просто представьте, у нас у всех были работы, мы сидели там. Я недавнего времени работал главным редактором издания «СНОП», одно из крупнейших, наверное, на медийных изданиях, встание ночами после работы я и мои товарищи сидели и делали «Батинку». Это достаточно тяжелая штуковина. Поэтому деньги, которые мы стали зарабатывать на контент-маркетинг, нам позволили идти с работ, оплачивать командировки, заказывать тексты, картинки и так далее, для того, чтобы наши собственные проекты подошли, и теперь они сами зарабатывают. «Батинка» сейчас зарабатывает на нативных рекламных спецпроектах очень хорошие деньги. Мы продаем рекламу дороже, наверное, чем какое-либо издание в стране, при том, что «Батинке» важно понимать, трафик у нас по сравнению с нашими коллегами вообще небольшой, но мы в день выпускаем всего лишь один или два материала. Каждый из них в любом случае набирает от нескольких десятков тысяч просмотров, и это все время истории очень большие, к нам люди приходят направленно читать какие-то большие истории. Мы научились продавать нашей аудитории рекламу, и поэтому наш вот первоначальный, то есть теперь у нас компания, мы пытаемся зарабатывать и любую нашу самую странную и, на первый взгляд, неадекватную идею вернуть таким образом, чтобы она, с одной стороны, приносила нам удовольствие, приносила удовольствие нашим читателям, и, с другой стороны, зарабатывала для того, чтобы она могла существовать. Все деньги, которые мы зарабатываем до единой копейки, мы вкладываем в развитие собственных проектов. Для нас крайне важна цель нашей компании давать возможность людям приходить к нам и заниматься работой мечты. Мы собираем людей, хантим их с разных изданий, из разных областей, и приводим к нам и говорим, что мы хотим, что вы делали здесь вот именно то, что вы всегда хотели делать, и у вас не было для этого возможности. Потому что мы сами эту компанию придумали и начали строить именно для того, чтобы дать возможность заниматься только тем, что мы хотим. И для нас наша независимость, которая стоит нам крайне большого труда, и это нелегкий труд, для нас это очень важно, штуковина, потому что мы обеспечиваем любой наш каприз, любую нашу абсурдную, а мы вообще любим придумывать достаточно дикие истории, мы платим за это собственными деньгами и тем, что мы сами заработали. Для нас это очень принципиально важная штука. Поэтому, и когда мы говорим о том, что мы мечтаем однажды открыть парк развлечений, я понимаю, что для нас это просто может быть вопрос, а мы хотим это сделать, естественно. Это может быть перспектива какой-нибудь на 10 лет вперед, но мы думаем какой-нибудь способ или хотя бы попробуем для того, чтобы обеспечить себе такое развлечение. Я уверен, что те, кто никогда еще не были на платеньке сегодня точно почитают, я вам очень рекомендую действительно идите и почитать человека с чудесной бородой. Алексей, я недавно был у вас во Владимире, это было очень интересно, у вас там несколько проектов, два меня особенно заинтересовало. Вы приходите в помещение на улице Ильича, помещение, скажем, маленькое, где втиснуто большой офис, креативный хаус, редакторы работают над проектами, а если хочется поговорить с Алексеем, то надо идти в студию звукозаписи, если там как раз не идет звукозапись. Все это выглядело очень так, очень так живо, не много возможностей, но много активности, много сил. У вас есть проект про Владимир, региональные новости о Владимире, второй проект Соль, мы уже говорили, если я правильно вспоминаю, это проект, который обращается к активистам гражданского общества и который хочет быть для них информационной медиаплатформой, но и не только для них. И когда мы говорили с вами с Владимиром, вы сказали, один проект успешен, а другой проект, ну, скажем, менее успешен. Какой из них более успешен, какой менее и почему это так? Ну, для начала надо сказать, удивительная тема, дело в том, что я одновременно издатель, журналист, и я одновременно долго, давно-давно занимаюсь активизмом, я работаю с разными некоммерческими организациями, с такими как Transparency, интернационная, Русь сидящая и другими. И с третьей стороны, я компьютерщик, я немножко понимаю про блокировки, вот про то, о чем говорил Дамир, про атаки и про государство, которое пытается что-то сделать с интернетом. Поэтому сегодня безумно интересная для меня тема, я могу выступать сразу во всех поставь. Одновременно. Для меня это редкость. Отвечая на вопрос про то, какой проект успешный, конечно, региональный проект успешный, я вообще хорошо понимаю про региональные медиа и про то, как они делаются, как они сегодня живут, именно об этом я как раз хочу в первую очередь рассказать, потому что с Москвой это все более-менее понятно, в автопроект это соль, это проект про активистов, проект про то, как они живут, для чего они вообще все это делают, для чего они занимаются активизмом тем или иным. Это начиная от каких-то там, не знаю, совершенно очень простых местечковых локальных вещей, про парк, про парковку, про двор, про грязь и щитату и заканчивая большими историями про борьбу с гор, обогатительными комбинатами, про экологические протесты, про звук, как Денек и Московский вдруг становятся партизанами, в подмосковных лесах гоняют за московскими же мусоровозами, которые пытаются там вывлечь ту или иную кучу мусора. Вот это про все, да, очень много мы работаем с ЛГБТ-тематикой, потому что, слава богу, наши журналисты умеют с этой тематикой, работают, все умеют работать, все говорят с этими людьми. Это текст, подкасты, но тем не менее, все-таки аудитория, которая более-менее интересуется этой тематикой, это сами активисты, их друзья. За подделами активистской тусовки вот эта кухня не интересна никому, поэтому мы считаем его менее успешным, но тем не менее, мы не считаем его менее важным. Тем не менее, наша команда, скорее всего, заканчивается с ним работа в этом году, и мы передаем его нашим партнерам, которые гораздо больше, чем мы, погружены в активистскую тусовку, и гораздо лучше, чем мы, понимают, что именно для них надо, и поэтому эта медиа станет таким сервисным, и будет спокойно там внутри жить. Теперь про журналистов, журналистику, про регионалов. То есть, если с Москвой все понятно, да, в городе Москве есть достаточно большая количество медиа, среди них есть про государственные медиа, которые кормятся за бюджетный счет. На самом деле, вот все эти пропагандисты, Киселев, Соловьев, далее по списку, это удивительно талантливые люди, которые давно взяли в заложники нашей партии правительства. Дело в том, что наша партия правительства кормят их даже не поможенные такие талантливые и замечательные, потому что, если пристать их кормить, вся их энергия, ум и энтузиазм обратится против партии правительства. Экспарты прекрасно это все понимают и продолжают кормить. И дело в том, что там кому-то нужна пропаганда, кому-то нужны пропагандистские усилия, которые, тем более, уже плохо работают. Ну, просто так сложилось. В регионах, а в Москве живет еще много людей. Сколько в Москве сейчас живет? 17 миллионов. Да, вот. За пределами Москвы есть еще огромные-огромные территории, на которой чуть больше народу, тут чуть меньше плотность. И там все происходит ровно то же самое, что в Москве только в меньшем масштабе. Региональные власти, это власти субъектов Федерации в России, на поддержку медиа, на прямые инвестиции тратят порядка 4 миллиардов в год. 4 миллиардов рублей. Это вроде бы небольшая сумма, дополняется грантами, субсидиями, заказами на размещение государственной рекламы и растет до каких-то неимоверных размеров. А, собственно говоря, в регионах журналисты, редакторы местных изданий провластных, они также взяли в заложники местной власти и не отпускают их, требуя с них все больше и больше денег. А эта сумма, надо понимать, из года в год растет. А чуть ниже стоят по иерархии муниципальные медиа. Каждый муниципалитет как или иначе имеет свои медиа, но почти каждый. Только самые самые бедные уже не имеют своих СМИ. И там в чуть меньшем объеме, где-то полтора миллиарда в год по всем муниципалитетам России объем финансирования этих историй. И вот таким образом накапливается какое-то безумное количество денег, которые региональные власти тратят на вроде бы казалось журналистов. Теперь, если мы возьмем, а мы делали прямо исследование, откуда, как берутся и деньги, да, и там еще мы не берем еще деньги с рекламы, которые размещаются в этих изданиях по просьбе властей, регионов или муниципалитетов, когда приходит там замгубернатор по строительству к директору строительной компании и говорит, а теперь размести вот здесь рекламу 2 миллиона рублей в год в этом издании, потому что ну, а ты хочешь там построиться, а оно нам приятно. И таким образом, то есть, получается, что вроде бы эти издания должны быть безумно успешными, потому что какое-то безумное количество денег. Ну, вот мои коллеги, которые сидели с наибири на первом поняли, сейчас со мной все понимают, что это очень много, но если мы посмотрим на насколько они эффективны по посещаемости, по контентночитаемости, по индексуцируемости, мы увидим, что во всех рейтингах, если брать отдельно по каждому региону или по каждому муниципалитету, они где-то очень глубоко, если они вообще в них попадают. А это удивительно, это значит, что деньги, которые расходуются из бюджетов, вот из всех этих рекламных историй, из муниципальных бюджетов, которые совсем не богатые, расходуются в никуда. То есть, это значит, что люди работают, что деньги распиливаются, что зарплаты платят. Они правда платят, они работают огромное количество людей, которые называют все журналистами, искренне. Но никому их новости не нужны. И при этом, если мы посмотрим на то, кто занимает первые, вторые, может быть, иногда третьи, позиции, в каждом отдельном регионе, почти в каждом, мы не берем там султанаты, мы не берем электоральные аномалии, мы не берем Кавказ, и там тоже есть хорошая медиа, мы увидим, что это очень небольшие редакции, которые живут на очень небольшие деньги, но которые и по просмотру, и по читаю, и по аудитории, и которые по цитируемости очень хорошо себя показывают. Если мы зайдем внутрь на страницу, мы увидим, что контент там отличный, и версиональность огромная, и вообще много-много чего происходит. И тексты, и видео, игрушки, и так далее. Но, допустим, вот мы даем про Владимир написано про Владимир.ру, мы это делаем уже лет 10 назад, мы его задумывали сначала как один, проект потом переименовали, вот Александр Ёлкин сидит здесь, он мой соучредитель, и, собственно говоря, мы его издаем, 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 сейчас бюджет нашего сайта, это сайт, плюс 600 цветей, плюс всякие видео, 3 миллиона 200 рублей в год. Деньги не гигантские, но достаточно хватает для функционирования небольшой реакции на 4 человека, плюс там пара технических сотрудников. А джет нашей государственной организации, которая называется «Губерния-33», в Владимире, который финансируется местными властями, региональными властями, 32 миллиона рублей в год. Это то, что они получают прямыми деньгами, то, что они получают в виде собственности, которую они не должны давать, и так далее. мы считали. А количество, нам интересно, нам же завидно, да. Ну, понятно, что, а количество, если мы берем количество просто просмотров по месяцам, контента, низ контента, который есть, у них, у нас, имеет тоже разницу в 10 раз. Казалось бы, логично, но разница обратная. И тут совершенно ситуация ломается. Мы много раз, много говорили с экспертами, с различными активистами, о том, насколько влияет, присутствует ли такое маленькое, небольшое медиа в регионе, на то, как регион развивается, насколько вольготно там активисты, насколько вольготно там, ну, разного рода группам, или не влияет. И в последнее время я привожу один простой пример. Там, где наиболее активны такие небольшие медиа, которые, ну, делают честный, нормальный контент, и там, где слабые и наиболее богатые при этом государственные, околгосударственные и государственные медиа, вот ровно там власть прошлой осенью проиграла выбор. То есть, это значит, это значит, что такие небольшие медиа гораздо более эффективны не только как СМИ, и не столько как СМИ. Они эффективны как инструмент влияния. Почему инструмент влияния? Потому что, если мы внимательно посмотрим на эти небольшие эффективные СМИ, они почти все, так или иначе, сают из бывших активистов, политических, гражданских активистов, экологических, очень часто экологические активисты, которые в свое время нашли для себя единственную, возможную, в российских регионах форму сохранения себя как активиста политического, общественного. это уход в медиа. То есть, это мимикрия. Конечно, они не стали, наверное, полностью журналистами, хотя делают очень профессиональный контент, и я не знаю, старые или нет. Но сегодня в огромном количестве российских регионов единственная возможность не совалиться в городского сомнажетшего продолжать оказывать влияние на принятие решений, важные для себя, политические, экологические, общественные, это сохранять себя в форме журналиста. И поэтому, большому счету, когда мы говорим сегодня об активизме в России, особенно в российских регионах, его нельзя ни в коем случае отделять вот от этой небольшой, бедной, талантливой и честной журналистики. Я вспоминаю, но это было 10 лет тому назад примерно, что я... Я всегда на вас смотрю, не знаю, извините, что я на вас смотрю. Я был в регионах, я был в Иваново, например, там тоже, классический провинциальный город, 300 километров от Москвы на северо-восток. Потом я был в Иваново, а потом я был в соседнем как бы муниципалитете, там была классическая газета «Бургомера». Сам мэр финансировал, и мне подарили последнее издание, и самый главный заголовок был «Жизнь прекрасна». «Бургомера» И я говорю, «Вы иронически, наверное». А нет, мы серьезно так считаем. И в Иваново я тогда, но это было давно, общался с главным редактором более-менее частного телеканала, и он сказал, что ты хочешь со своими журналистикой, со своими западными идеями. В России у нас три больших проблемы, и это не в первую очередь государство. В первую очередь это плохие кадры, то есть плохо образованные журналисты. Вторая проблема нет спроса, и тут я напоминаю нам о первой дискуссии, то есть нет публики для хорошей качественной журналистики, и третье, нет экономической основы. Это мы затронули немножко. Меня интересует в этом за последние 15 лет что-то изменилось? Может быть, немножко. Немножко мы уже о спросе поговорили. Есть ли другие изменения? Или можете ли вы подтвердить вот это высказывание? Газеты в городе Иваново «Жизнь по-прежнему прекрасна». Это я совершенно не могу сказать. Что касается трёх обозначенных вами проблем, я... Мы все, кто издаёт, сейчас что-то или те, кто работает в медиа, в какой-то момент все начали преподавать. Так уж вышло. Это действительно какие-то там лекции, мастер-классы, даже системное участие в образовательном процессе в российских учебных заведениях. Меня не миновало, потому что у всех была идея, что что-то как нету нормальных журналистов, что, может, плохо учат. Как и Егор, у меня не журналистское образование, но все знают, что не надо учиться на журфаке, надо на работу ходить нормально, что лекции тебе тут ничего не дадут, и сколько я знаю и коллеги там вот из батеньки, как они попадают, да, и мы стараемся, ты стараешься давать какие-то практические навыки. Их необязательно растягивать на 6 лет образования, необязательно делать их академическими, но, как есть такое выражение «нормально делай, нормально будет». Надо просто нормально работать. Это что касается образования. Что касается аудитории, всегда хочется немножко поплакать про то, что аудитория нам не та, ее недостаточно, потому что ее всегда недостаточно, потому что она всегда ведет себя когда-то парадоксально, когда-то не так, как нам хотелось бы. Но это вот все к тому же выражению про нормально делай, нормально будет. Будешь нормально делать, найдешь свою аудиторию. Очень важная была мысль, высказанная Егором. Мы тоже, в общем, как-то стараемся держаться в этом ключе. Надо делать то, что тебе нравится, то, что тебе кажется важным. У ребят, наверное, в большей степени по фану. У меня, к сожалению, такая тематика, что сложно угорать все время так же, как в «Батеньке». Социальная тематика в России тяжела. Но самые лучшие репортажи, самые востребованные репортажи, они сделаны людьми, которым нравится то, что они делают, которые верят в то, что они делают, которые делают это, в общем, исходя из этических журналистских принципов. Они все те же, они не меняются. И я не думаю, что можно как-то внешним образом насадить. Я думаю, что хорошо сделанное, найдет свою аудиторию. Это вот, что касается аудитории. Третью проблему, простите, вы назвали? И вольтшафт. Экономика. Ну, вы знаете. Тут ничего не могу сказать. С экономикой не так, как в главной газете города Иваново. И жизнь не прекрасна, но при этом, как сказать, мы все здесь сидим, мы все как-то издаемся. Я думаю, что в менее радостном ключе, чем, опять же, рассказывал Егор. И это большой труд. Будет контент, который выбрали ребята, будь это фандрайзинг и благотворительность, которые есть у нас, будь это сидение на очень маленьком бюджете. И краение этого бюджета всеми известными способами. Я сама знаю, я сама этим занимаюсь бесконечно. Экономика никогда не будет хорошей для журналистики. Коллега говорил, что для губернаторовских журналистов экономика очень хорошая. Это им не помогает делать хорошую журналистику. Поэтому сложно, да. Но я не думаю, что радикальный приход денег как-то тут что-то решит. Просто надо работать. Нет других рецептов. Мы услышали ряд примеров. Для нас, для фонда, тоже очень важно, как действует гражданская активность. НПО перекрещиваются с медиапроектами. Это все звучит очень, очень интересно. И вот не будем говорить об экономике. Звучит как-то беспроблемно. Но, Егор, Алексей, какова действительность? Где пределы? Где границы? Откуда вы знаете, где они проходят? За какие темы можно бороться, за какие нет? За позволение, Егор, я начну. Поскольку он из нас самый позитивный, я думаю, что он чуть сгадит то, что я буду рассказывать, и все будет нормально. Мне искренне не хочется вас пугать или как-то расстраивать. Но на самом деле границы того, что можно и что нельзя, они находятся только в голове главного редактора. И в той договоренности, которая действует по крайней мере в нашем коллективе. Были моменты, когда приходил инсайд, что нас съедут обыскивать взаимотехнику. И инсайд был за пару часов до выезда экипажа. И мы быстро вытаскивали технику и прятались просто по сегионным квартирам, которые заранее были у нас заготовлены. Или вообще уезжали из региона и работали удаленно несколько дней. Была такая история. Эта же история была ровно вот прошлой осенью, когда действующий губернатор Владимирского области Светлана Аллова, вот, если кто не знает, обязательно погуляйте. Тетка такая была забавная у нас достаточно, но злобная. И, то есть, реально мы знаем, что готовился мой арест, готовился арест нашего выпускающего главного редактора сайта. То есть, мы прятались, уходили и так далее. Были моменты, когда нанимались активисты, которые с пикетами стояли сначала у нашей редакции, говорили, что пятые колонны и продатели Родины. А ведь, как бывает, да, подходишь к губернатору, спрашиваешь, Ислана Юрьевна, откуда вы, московский мусор на Кижачевском районе? А она тебе сразу, ах ты пятые колонны и продатели Родины. Вот. И пикетчиков под дверь посовывает. А потом, когда под дверь редакции института смешно, мы начали электронить. Вот, мы к ним ходили, там, в майках с Лавровым, с его известной цитатой и так далее. Они начали вставать, уже не шуточные, они начали вставать у квартир журналистов, там, где они живут, с надписью, там, типа, в пятой квартире живет Кур Иванов, он продатель Родины. Это уже стало совсем не смешно, мы там вынуждены были включать какие-то свои вещи, но всегда, всегда мы договоряемся о том, где предел. Предел, конечно, там, где идет опасность, там, где идет опасность, первуюсь физическая для журналиста. Со остальными опасностями мы как-нибудь справимся, слава богу, есть медиа-юристы замечательные, есть центр поддержки СМИ в Ороческе и другие замечательные организации, которые нам готовы помогать, если мы чувствуем, что мы правы. Единственное, что, как бы, на что мы не идем, это мы не идем на прямые сделки. Допустим, нам при нашем бюджете 3,2 миллиона, а на прошлой неделе в пятницу пришел человек и сказал, я вам дам два, и я до августа хочу сблокировать негатив на мусорную тему в вашем регионе, чтобы у вас ничего плохого про мусор не было. Просто 2 миллиона и одной плохой стоять. А вы понимаете, что это, ну, две трети нашу бюджет. Ну вот, мы, конечно, не взяли. А вот таких вещей мы тоже не делаем. То есть, есть порог по риску и есть порог по этике. Вот эти две границы, которые существуют. Ванна, я сейчас буду испортить всем праздничное настроение. Значит, я бы удивлен был слышать, что у меня самая позитивная повестка, у меня просто лицо придурковатое. Значит, я абсолютно, во-первых, не согласен с тем, что тексты работы, которые делает, например, батенька в «Трансформер», мне никогда в голову не пришло назвать эту работу фаном, поскольку все-таки темы, которые мы поднимаем опять же с нашими типичными выражениями лиц, я не могу назвать ни в коей мере ни веселыми, ни легкими, ни радостными. У нас нас... Ну, работаем мы с радостью, да. У нас прямо сейчас идет большое исследование, посвященное вообще не сильно изученной проблеме героина и того, как героин вообще в принципе сформулировал, сформировал Россию в нынешнем виде. Вот прямо сейчас в редакции верстается репортаж из Мексики, который для нас писали про наркокоррегию, и это продолжение большого тоже исследования про то, как устроена наркокартельная война в Мексике, как это формулирует местное общество. Мы сейчас работаем над огромным сериалом документальным про трансформацию и цифровизацию современных войн, начиная от войны в Афганистане и заканчивая войной на Украине. И это как бы типичная тема, которую мы поднимаем изо дня в день. Поэтому вот Дамир, который выступал перед нами, представляет интересы батеньки двутрансформера в суде, потому что мы неоднократно уже попадали под угрозу блокировки со стороны Роскомнадзора по разным текстам, в основном связанные с наркотической повесткой, и нам приходится периодически удалять наши тексты, потому что чтобы избежать блокировки всего ресурса. Сегодня я узнал, что одному из наших журналистов угрожает Следственный комитет по одному из текстов. И это как бы в общем достаточно повседневная жизнь, с которой мы живем. И есть второй важный еще нюанс, о котором важно упомянуть, что все-таки то, что мы делаем, мы строим бизнес, и это хоть и медиабизнес, но мы хотим доказать, что медиабизнес в России можно построить, но как только ты вступаешь на труп бизнеса, риски у тебя повышаются существенно больше, чем в медиа. Это очень грустная правда, которую нужно учитывать. Предприниматели в России гораздо более агонимое сообщество, чем журналисты. Отъемы бизнеса силовыми органами, полицейскими, прокурорами, следами обслуживающих всех уровней. Это повседневная типичная ситуация, которая происходит по всей стране, поэтому делая то, что мы делаем, я, как сказать, очень четко вместе с моим напарником и нашими партнерами отдаю отчет в том, что все, что мы делаем, это, конечно, очень весело и нам радостно, но ты никогда не знаешь, в какой момент кого-то перемкнет, а кто-то решит либо у тебя отжать весьма успешный бизнес, либо просто связать тебе какой-нибудь, опять же, уголовный кодекс в стране так устроен, что подвязать любую деятельность коммерческую под экономическое преступление особо труда не составляет. Но мне кажется, что тут есть важный очень момент, что заниматься гаданием на корейной гуще и думать, какой именно из материалов, которые ты готовишь, будет пересечением красной верты, занятие неблагодарное, достаточно бессмысленное и полезное. ты просто каждый день входишь в темноту вооруженной катаны и врубаешь от пространства сантиметр за сантиметром свое право на существование. А когда тебе прилетит обратка, этого ты не можешь знать, и, в общем, наверное, это не твоего ума дела. Прилетит в лицо, будешь блокироваться лучше. Вот, собственно, и все. Я хотел бы говорить под полным согласием, что говорит Егор, совершенно нет смысла никакого просчитывать. Я с интересом смотрю на Адамира, который юрист Батеньки, пока еще не наш, но у меня тоже есть предупреждение Роскомназара, поэтому все живут как-то в этом. У меня больше. Давай помиримся. Граница только в твоей голове, как, опять же, было сказано в самом начале в главе главного редактора и тех, кто определяет то, как работает медиа. Сильно их как-то вставлять нет никакого смысла, потому что никогда не знаешь, откуда прилетит, как сказал Егор. Может быть, по статье двухлетней давности совершенно невинной, может быть, по какой-то совершенно незначащей новости, которую ты поставил и забыл, а люди-то помнят. В Роскомнадзоре читают медленно, мельница Господня, мелят, и домиливают иногда. Я могу сказать из конкретных ограничений, что у меня не работают журналисты на Кавказе, на большей части Кавказа, потому что я не знаю, как обеспечивать их безопасность. У нас знают, как с этим работать несколько СМИ, у нас не хватает пока на это экспертиза. то есть опять же думаешь про личную безопасность журналистов, а в остальном ходишь с катаной, так или иначе, как сказал Егор. В общем, я добавил бы, если не против, важный еще нюанс про так называемую цензуру, хотя я это слово вообще в лексику не держу, потому что это очень растяжимое понятие. контекст устроен таким образом, что обратка может прилететь с любой абсолютно стороны. Моя любимая история случилась у нас два года назад, когда один из наших корреспондентов написал репортаж из колонии несовершеннолетних. Мы его опубликовали, и там произошла гениальная цепочка событий, что пресс-служба Московского ФСИН, это федеральное агентство по управлению исправительными убеждениями, связались с региональным представительством, потому что журналист как раз был из Новосибирска, к представительству связалась с деканатом факультета журналистики, где учился наш корреспондент, совсем юный, он с нами работает с 16 лет своих, это Петя Манехин, один из вообще лучших молодых журналистов в стране, и после чего с ним взялся декан, вызвал декан факультета и сказал, что если текст не будет опубликован, мы тебя отчисляем из юридориста и тебя забирают в армию. Естественно, текст мы не менее сняли, потому что это в общем ситуация не очень допустимая, и безопасность наших сотрудников превыше всего, аж не помешало нам через полгода потом выпустить огромное двухмесячное исследование про все тюрьмы, какие существуют в России, про устройство всего СИНа, потому что опять же тебя бьют по лицу, ты бьешь в ответ, ты не Батон Каратаев. Я тоже, если позволите, добавлю, да, про вот эти истории. В России есть некоторые формулы, по которой, по крайней мере, в регионах работают. Сначала тебя пытаются купить, потом тебя пытаются запрессовать, а что потом лучше вообще не знать. И в целом, вот везде, от Иркутска до Калининграда, вот то, что я наблюдал по моей работе, схема такая, что когда тебя пытаются купить, главное, отбрекаться, можно даже торговаться, но главное, не вступать в окончание сделки, и за это время готовить ответный удар. Вот. или какую-то управу, что-то еще, или искать стратегию, но не доводить дело до того, как ты начинаешь давить. Потому что, когда начинаешь давить, обычно уже маховить давление развернуть очень сложно. Анастасия, тема благотворительности, она очень выросла, она масштабная, 10-15 лет тому назад не так, я думаю, 15 лет тому назад было бы трудно кого-то найти, кто был готов дать деньги на какой-нибудь социальный или благотворительный проект. Я думаю, тут обстановка изменилась, с другой стороны, однако, дела обстоят так, что люди хотят заниматься общественной или политической активностью, работают, линией благотворительности, потому что она вне подозрений. Как бы это играет какую-то роль? Люди занимаются благотворительностью, потому что не могут заниматься именно в общественно-политической сфере. До некоторой степени, но это не основное, потому что, в частности, ты занимаешься благотворительностью, так или иначе, занимаешься общественной или политической деятельностью, даже если ты делаешь что-то принципиально не политическое, в конце концов ты оказываешься там уже начинал. Я думаю, что благотворительный сектор, ну, помимо действительно большого усилия сообщества, которое начало отстраивать именно системную благотворительность, ну, просто люди взяли и сделали. Это ответ на то, что всё работает очень плохо, что нет системности в государственной машине, если есть она та, которая нам не нравится, и все исходят примерно из того, что, ну, тебе не нравится, возьми, сделай сам. Я не считаю, что это какой-то уход от реальности куда-то, это вообще нормальное побуждение, что если тебе что-то не нравится, если ты что-то считаешь важным, ты берёшь и делаешь это сам. И стараешься, или без или, а вот именно занимаешься этим сам, и стараешься заставить, убедить, надавить на государство, чтобы оно занималось тем, чем оно должно заниматься. Сектор действительно вырос очень сильно. Я, честно сказать, не вижу в этой большой связи с политической ситуацией. Я думаю, что просто люди готовы делать что-то осознанное. Это очень здорово, мы стараемся это как-то в меру силу поддерживать и делать то же самое. Вам кажется, что вы говорите о системных изменениях, то есть не просто помочь конкретному человеку, а принципиальному изменению всей картины. Вам кажется, что эта тенденция брать и делать своими руками, она в конце концов тоже приведёт к изменениям крупным? Даже мне не кажется, а я уверена, что это работает именно так. Можно помогать конкретному человеку сколько угодно, но скажу так, что в 11 регионах нашей страны нету палеотипной помощи для детей. В принципе нету. Не существует на государственном уровне. В ещё большем количестве регионов нету палеотипной помощи для взрослых. В принципе, ты берёшь и стоишь самую палеотипную помощь. Ты собираешь на неё деньги. Ты как-то контролируешь, потому что это делается на твои деньги. Ты контролируешь процесс. И да, конечно, это системные изменения. Я уверена, что этого бы было ещё больше, если бы люди были достаточно об этом информированы. Я думаю, что о системной благотворительности люди пока у нас информированы меньше, чем стоило. Но опять же, все стараются как-то работать в этом направлении. Я думаю, что это работает. Перед тем, как я дам Пупке возможность задать вопрос, я тоже хотел задать вопрос. Но Алексей вы хотели дополнить? Очень, собственно говоря, сейчас идёт речь. Видите ли, в чём дело? Как мне кажется, только догадка. Но догадка, основанная на 12-летнем опыте. В России практически полностью разрушены политические институты. А возможности общества для влияния на принятие решений практически отсутствуют. Партии нет, выборов как таковых, в классическом их понимании нет. Единственная возможность как-то повлиять на то, что происходит, как-то заставить государство делать то или иное, это медиа. Потому что Россия, как ни странно, это случилось, вкладываясь усилиями, деньгами, ресурсами, временем в медиа, в пропаганду, во внутреннюю пропаганду, сама попала в дикую зависимость от медийной сферы и от того, что происходит в медиа. И если в медиа происходит что-то, что не нравится людям, что кто-то что-то активное требует, то это становится общим местом, это становится частью такой протополитической повестки. И, по сути, я говорю, сегодня медиа – это единственная форма легальной и эффективной общественной активности и политической активности во многом тоже. Попасть в Думу сложно, чтобы принять этот закон. А поработать с профильными медиа, выйти на большие медиа, устроить социальные медиа к обсуждению, кампанию – это вполне возможно, и это работает. В этой связи тоже вопрос о общественном активности. У нас есть партнерские организации в России, гражданского общества. Как они могли бы еще лучше использовать возможности медиа? Где не хватает еще понимания, кто не… Как гражданское общество лучше может использовать медиа? Я бы даже не сказал, на самом деле, что совсем по профилю. Вопрос только составный. Гражданское общество, помимо использования медиа как молотком, как привычно, я не знаю, в советские времена газета написала решение принято, я может использовать для того, чтобы рассказывать. Я абсолютно уверена, что самое главное, почему я говорю, что мы не активисты, мы журналисты, и что это действенный инструмент. Люди вообще так-то добрые, нормальные, хорошие, и в абсолютно своем большинстве. И ситуация, в которой, вот как я говорил, что в 11 регионах, еще раз скажу, дети умирающие, неизлечимо больные, которым нужна апплиативная помощь, этой помощи не имеет. Если об этом узнает человек, который, я не знаю, Силёвый, Соловьёвый, Первый канал смотрит, уверяю вас, будут такие же эмоции точно, как у, не знаю, человека, либеральных убеждений, каких угодно, потому что это общечеловеческое. Что мы можем делать? Мы можем рассказывать. Что могут делать НКО для того, чтобы люди понимали, что вокруг происходит? Они должны сотрудничать с МИДИА и уметь рассказывать о том, что они делают. Не всегда и не во всем НКО умеет это делать. Мы стараемся с ними системно сотрудничать, что же там в некоторой степени не то, чтобы обучать, помогать, рассказывать. Потому что мало делать хорошее или важное дело, важно об этом как-то рассказывать. Информирование, самая главная функция МИДИА, ничего не изменилось совершенно. Ну а кроме того, есть огромная проблема, что это, конечно, неприятно будет, наверное, для некоторых людей. Большая беда русских НКО сегодня в том, что они очень давно находятся под сильным давлением опрессинга. Многих из них просто не сохранилось. Кто-то из них иностранный агент, кто-то из них вынужден работать за пределами станы. И в этих условиях, в жутких условиях, на самом деле, работы, они научились говорить о тех людях, кому они помогают, о тех задачах, для которых они существуют, о тех целях, которых они пытаются достичь. И они при этом научились говорить много и очень нудно о себе, о том, какие они бедные, несчастные, сирые и убогие, это никому, кроме, к сожалению или к счастью, неинтересно. Вот, если, в том числе, классические, старые, правозащитные, некоммерческие организации вернутся к рассказам о том, каким людям они помогают, как они, как эти люди себя после этого чувствуют, какие проблемы они стремятся решать, и поменьше бы рассказывали о том, как трудно им это делать, я думаю, это было бы хорошим началом. А теперь я хотел бы дать возможность публике задавать вопросы. Есть ли вопросы? Сергей Зевшенко в гражданском форуме «ЕС-Россия». Потому что сейчас только что говорили об НКО, и так как я представляю организацию, которая объединяет НКО из России и стран ЕС, меня интересует такой вопрос, потому что мне кажется, что часто в России активизм с журналистикой как-то сливается. Это такой очень важный момент, который вот здесь, допустим, в Германии совсем другому выглядит. что есть журналистика, есть активизм. Это очень сильно разограничено. Вот в России это происходит не всегда. Как вы к этому относитесь вообще? И допустимо ли это в таких вот обществах, когда все-таки еще демократия формируется, или там был процесс какой-то демократический, а потом вот его так сильно обрубеет уже 20 лет продолжается? Или в таких вот обществах это допустимо, чтобы активизм с журналистикой как-то перескался, или нет? Сказала, что это вопрос даже не журналисти, а то, что часть НКО освоила, можно слово сейчас, ретеллинг, и использует медийный инструмент для того, чтобы рассказывать о себе, внутри своих организаций, внутри своей команды. Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь отлично. Потому что тут ровно та проблема, о которой говорил коллега, что очень важно, когда люди рассказывают о себе так, чтобы это было понятно всем остальным. что касается состания с прессой, да можно начать, не знаю, за чистую эйку топить, но понятно, что в нынешних условиях так вряд ли будет. И, по-моему, это тоже на усмотрение каждой редакции и степень идейности высказывания, степень ценностная, ты все равно принимаешь это решение сам. Я повторяюсь, мне кажется, что активизм отделен от журналистики, и что журналисты, в общем, есть для того, чтобы рассказывать об активистах, а не заниматься активизмом самим. Но вряд ли тут можно сравнивать с европейскими устоявшимися институтами, потому что, да, поле маленькое, все так или иначе как-то связаны, и да, наверное, это фонит в какой-то степени. Плохо ли это, ну, не знаю, когда будет в Германии с точки зрения гражданского общества в целом, может быть, попробуем другому. Сейчас есть как есть. Я бы дополнил о том. Я считаю, все-таки, что когда демократия в зачаточном состоянии, очень важно, чтобы общество и государство, и журналисты, и активисты помогли бы друг другу и себе самим размежеваться, потому что, что журналистика это одно, медиа это одно, медиа должен быть бизнесом и так далее, а активизм это активизм, ну, должно быть, когда в зачаточном состоянии. Когда демократия, как в России, впрочем, в противозачаточном состоянии, то это срастание неизбежно, потому что, ну, вот куда идти там трем парням из Ельни, которые чувствуют себя критически настроенным по отношению к губернатору и мэру из города Ельни, но их на площадь не пускают, милиция бьет, собственно говоря, когда они пишут там запросы юридические, а на адвокатах денег нет, их просто-попросту игнорируют. Они регистрируют медиа, начинают делать хотя бы запросы от этого медиа, там все в день на ответ, попробуй не ответить, прокуратура, есть механизмы, есть инструменты. А кроме того, всего прочего, в этом городе есть одна газета, где жизнь налаживается уже 25 лет подряд, никак не ладится, и, конечно же, местное население, устав от этого постоянного налаживания, этих наладчиков, с удовольствием начинает то, что ребята пишут неумело, коряво, может быть, это еще, но нечестные искры. Так что, когда в противозачат в смысле демократии, это неизбежно. Я вам твоя флага, митим. Короткий очень вопрос к Егору Мастфякову. Что вы будете, какая ваша жизненная стратегия, что вы будете делать, когда послезавтра ваш сайт власти закроют? Я думаю об этом послезавтра. еще вопросы? Во всяком случае, от диктата. И действительно, таких изданий в регионах, как вы правильно сказали, 2-3 регион приходится. И мы, в общем, большинство из них знаем. Что вы думаете по поводу возможного такого кольца этих всех сайтов? Или какой-то перспективы коммуникации между ними? Возможно это или нет? Ну, вы догадываетесь, что я тоже в этом процессе как бы... В общем, принимать счастье, я пока не понял, зачем это самим сайтом. Зачем это самим СМИ. То есть, идея здравая, возьмемся за руки, чтобы не пропасть по одиночке. Это я прекрасно понимаю, разделяю, это очень приятно. Но практической пользы и ценности я этого пока не видел. Но процесс только начался, посмотрим, что предложат организаторы, потому что мы даже не виделись ни разу, чтобы поговорить об этом. Может быть, мы разругаемся в самом начале и пойдем по домам. Это тоже был отличный результат. Еще вопросы? У меня еще вопрос. Он касается, наверное, Егора меньше всех. Как возможно сегодня молодых людей заинтересовать медиа? Как можно их привлечь к чению? Вы исследовали это? Насколько вы обращаетесь, если вас считают молодые люди в России с вашей сложной темой? В первую очередь, Егор. У нас та аудитория, я полагаю, постарше будет, чем у вас. Ну так, да. Все в той или иной степени это исследуют, гоняются за аудиторией, пытаются ее анализировать. Аудитория такая сложная, не анализируется, она не любит анализироваться. Те прошли бесконечно этот путь. Давайте писать подкасты, нет, давайте снимать видео, давайте издавать медиа в Твиттере. Вроде бы они ничего, кроме 180 знаков, не считают. Ой, нет, давайте лангриды, лангриды вечные. Это процесс, который будет идти постоянно, это как раз, честно говоря, по-моему, общемировая проблема, а не только наша. Потому что я прекрасно помню этот процесс. Мы сейчас закроем все бумажные газеты, потом видим везде Paywall, будет сплошной Paywall, потом мы будем писать репортажи в Твиттер и наймать специальных Твиттер-журналистов. Чтобы привлечь молодую аудиторию, нужно хорошо работать. Простите, я очень постоянно повторяюсь с этим ответом, потому что это примерно канализирует действия Роскомнадзора. Ну, чуть больше вероятность. На самом деле Роскомнадзор все-таки причудливее. Ты все время смотришь, что происходит вокруг, что кто воспринимает люди, что людям интересно. Ты постоянно методом робо-ошибок. Ты что-то пробуешь, ты ошибаешься, ты что-то пробуешь опять. Что-то работает, не знаю, полгода, а потом перестает работать. И совершенно непонятно почему. Дальше тебе добавляют огня Facebook, например, который просто перестает показывать то, что ты пишешь. И, например, наша крупная социальная сеть ВКонтакте, о которой много говорили в первой части. И Яндекс начинает просто забирать себе контент, потому что почему бы просто не забрать контент, и неважно, кто это пишет. Но все время такое, немного едешь на грузовике, он в огне, и ты в огне. И, в общем, стараешься работать в этой ситуации. Поэтому какого-то академического ответа на этот вопрос у меня нет. Исследуем ли мы свою аудиторию? Исследуем. Дает ли это что-то? Что-то дает, но сказать, что на это можно бесконечно ориентироваться и считать, как-то, не знаю, устраивать на этом долгосрочное планирование – нет. Хочу послушать Гора. Егор, я хотел сказать, что я это имел в виду как комплимент. Я смотрю на вашу батеньку, и я вижу, что, конечно, молодые люди читают его. Но вас хотят слышать. Мы проводили недавно маркетинговые исследования первые. Мы вообще исследовали все наши издания. И в батеньке на аудиторию 20-35 лет приходится большая часть аудитории. Вторая, конечно, по объему, это как раз люди до 20 лет. И это понятно, что это абсолютно разные люди с разными потребностями. Я не могу сказать, что я прямо знаю какой-то секретный ответ на вопрос, как привлекать молодежь. Но мне нравится думать, что я достаточно много по стране езжу, и у меня бесконечное количество акций, на которые я езжу исключительно ради того, чтобы не сидеть своим лицом и рассказывать что-то, а для того, чтобы посмотреть на молодежь и объяснить им, показать, что... Я часто рассказываю истории ребят, которые с нами работают, которые многие приезжали специально для нас в Москву. И посмотрю на молодежь для того, чтобы привлечь их каким-то образом к тому, что мы делаем. Потому что для нашего издательского дома крафтфандинг существует не в формате, что мы просим людей давать денег, мы просим наших читателей. И мы выше всех умеем конвертировать наших читателей в авторов, которые пишут рассказы о своей истории. Мы вкладываем очень много сил в образование, чтобы эти люди, молодые, которые, может быть, даже для них часто батенька становится первым опытом. Вообще работы журналистов мы их очень жестко редактируем, так же, как и взрослых, опытных людей. Читаем для них лекции, готовим к публикации учебник и вообще большое количество усилий тратим на образование. Ровно как раз для того, чтобы к нам приходили молодые люди и привносили в этот большой котел, который мы варим с этим масским варелом, привносили что-то от себя. И у меня есть ощущение, что это работает хорошо для привлечения в том, что все молодежи. И для меня лично радость, я когда прихожу на работу, я вижу, что у нас есть Настя, которая работает с нами, ей только что-то исполнилось 19 лет. Она у нас один из лучших, выросла в одного из лучших аккаунтов и работает с крупными нашими клиентами, общается. Петя Маняхин, нашел сибирский журналист, пришел к нам, реально, когда ему было 16 лет, получил премию, редколлегия, его постоянно номинировали на какие-то награды. И это все молодые люди. И уже их наличие и понимание того, что вообще... Ну, и, соответственно, у нас есть люди, у нас есть сотрудники, которым за 40, за 50 лет у нас такой очень большой разрыв, все с друг другом общаются. И это единственный способ, в который я верю, чтобы что-то работало. Надо вместе идти, и, как ты правильно говоришь, идти работать. Ну и, собственно, там как-нибудь оно потом сложится, наверное. Ну, у меня, наверное, короткий ответ на эти вопросы. Я часто спрашиваю, как сделать так, что нас читали молодежь и так далее. В общем, в последний раз мне этот вопрос задал наш главвред, который 28. Он к нам тоже пришел в ВВУ-16, он был студентом или 17. 12 лет прошло? Да. Вот это рабство. Тут добровольно же с ним. Нет, мы его отпустили в Российскую армию на год. Вот. А потом обратно забрали. Нет, в карате никакой. Вот, нет. Ну, видимо, у нас лучше у нас он дольше держится. Так вот, я всегда говорю, что, наверное, самое важное, не врать, что мы делали 10 лет назад, контент на людей, которым было 20, а сейчас им 30. Что мы делаем сейчас, контент на людей, которым было 20, не врать. И не только не врать по факте, по каталоге. Факт-чек штука понятная достаточно. Но молодежь всегда, во все времена, такая структура, культура чувствующая. И она чувствует, когда ее врут в стиль. Вот когда взрослый дяденька или там престарелая тетенька, ну, типа меня там дяденька, там, садится и начинает вот пытаться писать молодежным сленгом. Это настолько убого. И это настолько быстро раскусывается настоящая молодежа, что с ней пытаются сюсюкаться и мосюкаться. И что все, если кто-то из молодых ребят увидит на стороне того или иного сайта, он к нему не пойдет. Потому что это не воспринимает как предательство. Это единственное, что точно не надо делать. Один вопрос еще. Вот вопрос молодежи ввел мысль. Когда я смотрел «Батеньку», я был удивлен, сколько там текстов, плотность текстов. Я увидел, что есть статьи, серия о старбайтерах. Это тема, которую мы с мемориалом долго разабатывали. Я не могу себе представить тему, которая менее интересна для молодежи в сегодняшнее время, которая, так сказать, хочет быть успешной. Это у нас в фонде тоже. Часто мы спорим с коммуникаторами, что наши тексты слишком длинные, комплексные. Малопонятно, что люди недочитывают, уходят, что они неприводны для интернета. Я был очень удивлен, когда посмотрел «Батеньку», длинные тексты, комплексные тексты и серьезные темы, как арбайтеры. Как это увязывается? Есть какая-нибудь группа, которая любит такие длинные, комплексные тексты? Или это просто интересует читателей немного другие?